В Астане ежегодно проводится почти 8 тысяч операций по лазерной коррекции зрения. Как правило, к помощи хирургов прибегают казахстанцы в возрасте до 30 лет. При этом, как отмечают специалисты, ежегодно количество подобных операций увеличивается на 15%. О зрении со знаком «плюс» расскажет Марала Манжолова. Примерно так видят миры люди с высокой степенью близорукости. Однако даже самую запущенную ситуацию можно изменить благодаря совершенным медицинским технологиям, которые в буквальном смысле позволяют взглянуть на мир по-новому. И, к слову, казахстанцы этим успешно пользуются. Еще неделю назад все, что находилось на расстоянии вытянутой руки, Араэла Малакенова видела нечетко. Очки девушка носила со школьных лет. Со временем к запущенной миопии прибавился астигматизм, привнеся еще больше дискомфорта. Долго решалась на коррекцию зрения, и вот я решила в один прекрасный день. Операция прошла успешно, очень быстро, безболезненно. Сейчас я вижу очень хорошо, зрение стопроцентное. Я очень рада. Опросив все столичные клиники, где проводят такие операции, нам удалось выяснить, ежедневно коррекцию зрения в столице сделают более 20 пациентам. В год эта цифра достигает порядка 8 тысяч оперированных. Как правило, это казахстанцы в возрасте от 20 до 30 лет. При этом, как отмечают специалисты, ежегодно количество операций увеличивается на 15%. Операция по лазерной коррекции зрения проводится очень быстро, в течение 10-15 минут. Пациенты, большинство, даже не успевают испугаться, так сказать, да, потому что неприятные моменты, да, есть, конечно, но это буквально считанные секунды, это секунды, там, 10, может быть, 15. Непосредственно операция длится сама минут 5, даже, можно сказать, но больше времени занимает подготовка, настройка лазера, подготовка пациента. Несмотря на несложность операции по коррекции зрения, о ней ходит множество мифов. Например, что после коррекции зрение не восстанавливается, а портится еще больше. По словам врачей, количество неудачных манипуляций составляет меньше 1%. Миф о том, что зрение после хирургического вмешательства все же вернется к изначальному состоянию, также неверен. Многолетний опыт говорит об обратном. Миф номер 3 посвящен людям, которые считают, что рожать после лазерной коррекции зрения нельзя. Можно. Проблемы со зрением из-за родов действительно могут возникать, но по совсем иным причинам. И последнее после коррекции о спорте можно забыть. И это неправда. Некоторые ограничения существовали раньше, но с приходом новых технологий их практически не осталось. Единственное, что мы рекомендуем в течение двух недель именно в нашей клинике, если это женщины, допустим, не пользуются косметикой, нельзя посещать сауну, бассейн в течение двух недель и руками сидеть глаза в течение двух недель. Все, ограничений больше никаких нет. Раньше для проведения данной технологии было очень много противопоказаний, то с каждым годом появляются новые технологии, в связи с этим эти противопоказания уже выходят на второй план. Допустим, тоже синдром сухого глаза. Первая операция в Казахстане была проведена в 2004 году, в Астане – в 2006. По словам врача высшей категории Куатхана Манабаева, при помощи новейшей умной техники возможно устранить близорукость до минус 15 диоптрий. Но меньше за помощью к врачам обращаться не стали. Из года в год в республике стабильно увеличивается число людей с плохим зрением. Марала Манжолова, Омар Бек Езимов, Ерлана Уразбаев, Астана, Хабар, 24.